Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем делать очень красивое и очень вкусное тесто для рослоистой самсы. Это тесто будет очень хрустящее, а самса будет очень сочная внутри. Такой рецепт полюбился всей моей семье и я уверена, что вашей семье он тоже очень понравится. Начинку можно выбрать любую, это не обязательно должно быть мясо. Это может быть какая-то овощная начинка, капуста, это может быть какой-нибудь сыр с зеленью, это может быть творог, в общем, все на ваше усмотрение, а самое главное, это очень вкусно и очень просто. Для начала займемся тестом. Я поставлю воду, масло и соль на огонь до закипания. Тем временем буду отвешивать муку. Мне понадобятся полные вот такие 200 граммовые стаканы. Это понадобилось 3,5 стакана муки, это где-то 460 грамм муки. Муку мы будем частично заваривать, она полностью вся не заварится, но частично она заваривается от этого количества кипятка. И благодаря этому наше тесто становится более эластичным и приятным в работе. С ним будет очень удобно работать, оно не прилипает. Пробую пальчиком, чтобы наше тесто было не очень прям горячим, меньше 70 градусов. Если пальчиком можно дотронуться, то вполне можно добавлять уже сюда яйцо. Добавляю яйцо и дальше перемешиваю. Не переживайте, у нас вся мука сюда войдет. Это только сейчас кажется, что немножечко все рыхловатая. На самом деле сюда может понадобиться вам еще добавить немножечко муки. Но я ее буду добавлять уже просто на подпыл. Вначале сейчас просто соберу всю муку, которая здесь у меня есть в посуде. Вмешиваю пока здесь, пока мне удобно, и собираю муку. Затем перехожу на стол. Тесто абсолютно не липнет к рукам, очень эластичное и податливое. Начинаю подпылять немножечко муку, если это мне необходимо. Тесто не должно быть очень твердым. Это не такое, как пельменное тесто. Но при этом оно не должно быть липковатым и очень мягким. Поэтому немножечко, немножечко подпыляю. Ну, может быть, у меня на подпыл еще грамм 20 ушло. Но здесь нужно смотреть от вашей муки. Если мука у вас с хорошей клейковиной, то, может быть, и вам совершенно это не понадобится. Но я, как видите, немножечко подпыляю. Затем нужно будет отправить тесто в пакет и в холодильник минут на 30, для того, чтобы у нас оно стало более пластичным. В этот раз я буду для начинки использовать свинину. В классике используется курица. Свинину я брала вот такую вот для поджарки, которая кусочками. Она немножечко идет с прослойками жирка, поэтому моя самса не будет сухая. Если вы будете использовать курицу, не берите только грудку. Возьмите, допустим, с ножек, с бедрышек мяса. Оно будет более вкусным и сочным в вашей самсе. Порезала я ее кубиками. Можно пропустить сквозь мясорубку с большой решеткой. Но все же, если мясо порезано кусочками, оно будет намного вкуснее и сочнее в вашей самсе. Режу небольшими кубиками лук. Его можно добавить сразу будет к мясу. Но так как у меня муж не очень любит явно выраженный вкус лука, я буду его немножечко абсолютно припускать на сковороде. Буквально высыпала в сковороду с растительным маслом. И чуть-чуть, буквально начала шкварчать. Минутка, чтобы просто чуть-чуть стало прозрачное. И буду добавлять потом к мясу. Пока лук жарится, добавляю к нему специи. Соль, можно сюда зиру, либо какие-то смесь специй добавить. И перчик. Добавляю сюда лук. И хорошенечко перемешиваю. Лук вместе с маслом сюда можете добавлять спокойно. И добавили еще немножечко мои зеленушки. Но это абсолютно на ваше усмотрение. У меня здесь была петрушка и укроп. Достаю тесто с холодильника. И разрезаю его визуально так части на 4. Это будет достаточно, чтобы расслоить наше тесто очень хорошо. Каждый шарик нужно будет подкатать. Чтобы нам потом удобно было раскатывать. Поэтому подкатываю его вот в такую вот лепешечку. Лепешечки немножечко прикрываю пленкой. И буду по очереди их раскатывать. Раскатывать нужно довольно тонко. Раскатываю где-то каждую лепешку 40 на 40. Припыляю стол мукой. Сильно много не припыляйте. Но в то же время, чтобы ничего не приставало у нас. И очень удобно кататься. Это тесто хорошо и тонко раскатывается. Благодаря тому, что оно было у нас немножечко заварено. Я сейчас практически во все рецепты, где просто есть тесто, часть муки завариваю. Затем оставшийся кусочек от 200 грамм масла. Разделяю тоже на 4 части. Это масло обязательно должно быть либо комнатной температуры. Либо размягченное в микроволновке. Но не жидкое, не мягкое такое, прям растопленное. Потому что тогда не получится у нас такого эффекта именно расслаивания. Нам нужно размазать это масло полностью по пласту. Раскатываю второй пласт. И накрываю ним первый. Лучше пускай второй будет чуточку больше, чем первый. Чтобы он у вас перекрыл все масло. Так будет просто удобней. Желательно, конечно, чтобы вот таких вот складочек у вас было поменьше. Тогда вам удобнее будет перекрывать маслом и у вас не будет воздуха внутри. Выпускаем весь лишний воздух по возможности. И так проделаем со всеми остальными нашими слоями. Опять раскладываем масло. Раскладываем следующий корж. И так все 4. Последний слой у нас масла. Вот такая вот лепешка у нас слоеная получилась. Которую нужно будет скрутить плотным рулетиком. Сейчас подвину, чтобы удобнее было. Начинаем плотно его скручивать. Главное в самом начале начать именно очень плотно. Потом удобнее пойдет. Если видите, что у вас появляется пузырек воздуха, как вот у меня, его нужно будет проколоть. Я зубочисткой просто делаю дырочку и выдавливаю оттуда весь лишний воздух. И дальше продолжаю скручиваю. Скрутила колбаску, немножечко ее поджимаю со всех сторон, чтобы она у меня хорошо скрепилась. Чтобы масло соединилось у меня со всеми слоями. И теперь буду отправлять на досточку и нужно будет отправить в холодильник. Желательно минут на 20-30 накрываю сверху пленкой. Чтобы нам можно было удобно потом нарезать наше тесто. Масло немножечко схватится. После холодильника наш рулет стал плотнее. И тесто стало плотнее, и масло немножечко стало плотнее после холодильника. И теперь можно будет удобно разрезать. Где-то сантиметра по два режу вот такими вот шайбочками. Посмотрите, какая красота в средине получается. Абсолютно расслоистая. Теперь крайний кончик отодвигаю немножечко и перекрываю срединку. Растягиваю. Не знаю, как это правильно объяснить. Смотрите, что я делаю. И скрепляю немножечко бока. Полностью перекрываю низ с одной стороны. Так нам удобнее, можете мне поверить, будет раскатывать. Наши шайбочки. Опять покажу. Поднимаю хвостик и перекрываю его. Срединку вот здесь, чтобы масло перекрыть. Нам тогда будет намного удобнее раскатывать наши шайбочки. Отправляю их на досточку. Накрываю сверху пленкой и отправляю в этот раз в морозильник минут на 5-10. После этого буду доставать по одной шайбочке и уже их раскатывать. Наше тесто стало плотнее, масло хорошо схватилось, и поэтому удобнее раскатывается. И не пристает. Припыляю мукой. Раскатываю вниз, кладу масляной стороной. А вверх, это там, где мы перекрывали с вами. Вот такая вот рослоистая красота получается. И теперь на часть, которая у нас была закрыта тестом, выкладываем фарш и скрепляем вот так вот треугольник. Вначале просто наживляю, а потом хорошенечко еще раз пройдусь и залеплю, чтобы нигде у нас потом не вытекал сок с начинки. Подгибаю вот эти вот ушки, вот так переворачиваю и выкладываю все на противень. Вот такая вот красота получается. Покажу еще раз. Некоторые я делала вот такие вот с сырком еще. Порезала сырочек кубиками. Выкладываю начинку. Удобнее начинку выкладывать немножечко треугольником. Тогда удобнее скреплять. И начинка у нас будет везде, даже в уголках. Опять повторюсь, я вот так вот наживляю вначале, чтобы не разваливалось. И потом прохожусь уже более основательно. Вот такой вот треугольничек у нас получается. Затем мы подгибаем у треугольничка ушки под низ, чтобы они не торчали. И переворачиваем. И выкладываем все на противень. Очень красивые расслоистые у нас вот такие вот самсышки наши получаются. Вот эта вот спиралька, она очень красивая, она потом расслоится. Доделываю все остальные, которые у меня помещаются на противень. И затем я буду их смазывать. Их можно сверху смазать либо сливочным маслом, либо вот я буду смазывать подбитым яйцом. Немножечко, абсолютно много заливать его здесь не нужно. Смазываем подбитым яйцом просто для того, чтобы у нас они красивенько поджарились сверху. Ставим их в духовку. Температура 180 градусов. Так как мясо у нас внутри сырое, то это минут на 40 нам нужно поставить точно. А то и чуть-чуть больше. Смотрите, чтобы они сверху все-таки не начали у вас поджариваться так хорошо. Вот такие вот красивые и абсолютно расслоистые хрустящие самсышки у нас получаются. Это очень вкусный рецепт и вы должны его попробовать. Он очень сочный внутри, благодаря тому, что мы мясо резали с вами кубиком. И получается очень вкусно. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok